Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Я уже по вам соскучилась. Вот, честно сказать, маленько с вами не пообщаюсь. Пройдёт три-четыре, ну, если уж самое большое, пять дней. И мне, конечно, без вас очень скучно. Мне охота с вами поговорить, с вами пообщаться. Вот, но я тоже думаю, что вы тоже скучаете без меня. И, как сказать, что у нас с вами любовь – это взаимная. Но это, конечно, всё шутки шутками. Так, сегодня, что я хотела приготовить? Я хотела сегодня приготовить очень простое такое блюдо – капусту тушёную с грибами. Блюдо, как я всегда, которое я люблю готовить, готовится быстро, легко, просто. Непринуждённо делается всё быстро и легко. И почему я люблю все такие делать блюда? Потому что они, я уже говорила, и сытные, и быстрые. И у хозяйки остаётся какое-то время, в принципе, на себя. Вот. Почему выбрала капусту с грибами? В принципе, сейчас идёт лето, сейчас жара. Вроде как и мужчину накормить надо, и себя накормить надо. Но и блюдо это такое, как, так скажем, оно сытное, довольно-таки, да, нормальное. Вот. Ну и подойдёт и для мужчин, и для женщин. Плюс сейчас ещё будет скоро пост. Вот. Если кто-то, кому-то надо поститься, если кому-то надо, допустим, похудеть, хотя это совершенно разные вещи, но, в принципе, пост – это вера. Да, похудеть кому-то надо – это здоровье. Вот. Ну и вообще, как сказать, ну, что говорить? Блюдо нормальное. Я думаю, что интересное. Что нам для этого нужно, сейчас покажу. А то буду сейчас сидеть и долго говорить, и говорить, и рассказывать. А нужна нам для этого белокочанная капуста, грибы, шампиньоны, морковка, луковица, кастрюлька. В кастрюльку я уже налила маслечко растительное. И сейчас первым делом мы режем луковицу. Первым делом режем луковицу. Ну, я говорю, я сразу вам изначально сказала, что рецепт настолько простецкий, что, в принципе, даже и показывать-то нечего. Но, может быть, может быть, как обычно, кто-то что-то забыл. Может быть, что-то кому-то надоело. Да? И, увидев, он скажет, ой, а мне тоже захотелось. Вот бывает иногда что-нибудь тоже глядишь, сидишь, глядишь. И иногда хорошо забытое становится прямо как в новинку. Но включаем газ, естественно, сейчас маленький огонек. Так. Лучок сюда и морковку. Морковку я через терку делать не хочу. Никакой томатной пасты сюда я добавляю, никаких этих приправ, ничего не буду. Хочу, чтобы было все чистое. Только, значит, лук, морковь, шампиньоны, капуста, соль и перец. А, наверное, еще чесночок. Или как, грибам. Ну, не знаю. Наверное, все-таки... Да, наверное, чесночок используем. Так. И сейчас буду резать морковку. Морковку буду резать, чтобы она была у меня тоже видна. Но уж не совсем так мелко. А вот на такие полосочки. Вот. Резать можно морковь произвольно. Это уж понятно, кто как хочет. Вот. Можно просто использовать терочку. Я терочку не хочу использовать. Мне охота, чтобы морковка вот так вот мне была в данном блюде видна. А уже про шампиньоны я уже говорить не хочу. Потому что вы все знаете, что в последние разы я только эту красоту режу так, чтобы эта красота прямо-таки в блюде, что в салате, что в тушеном блюде у меня наблюдалось. Чтобы вот такие красивые фалангочки, полосочки. Вообще грибочки. Сказка. Сейчас, кстати, очень много прошло дождей. Идет урожай грибов. Лисички белые. Была, была у меня мысль сходить на рынок, приобрести лисички. И, возможно, белые возможности. Сейчас меня многие, может быть, зададут вопрос, почему купить. Ну, не у всех же, естественно, да? Есть возможность съездить за грибами. И плюс еще, кроме того, что возможность съездить за грибами, это да. Но еще ведь нужно, кроме того, чтобы была возможность съездить за грибами, еще, как и в любом деле, нужно это дело уметь делать. То есть кому-то, кому-то тихая охота, тихая охота, но никак. Я имею в виду это ловля рыбы, грибов. То есть кто-то, вот, грибник просто от бога, да? А кто-то, ну, зачем просто так ездить и заниматься пустым делом, да? Тратить время, бензин. Это еще надо с кем-то съездить, либо уговорить мужа, либо друзей. Наберешь, не наберешь. Вот, поэтому я говорю, делаю с шампиньонами, вы хотите, можете сделать с белыми грибами, хотите с лисичками, потому что сейчас сезон грибов идет. Аромат, конечно, будет другой. Но кто бы мне что не говорил, и у шампиньонов аромат совершенно тоже неплохой. Продолжаем вот такую нарезку. Так, морковка с лучком у меня поджаривается. Процесс идет. Уже сказала, что ничего, ни томатную пасту, ничего, ничего добавлять не буду. Грибочки мои, красота, нарезаны. Вот, все очень красивенько получилось. Так, ну, достаточное количество вот на такой вилочек капусты. Вот, так, что хотела сказать. И кто бы мне что не говорил, что нет аромата от грибов, от шампиньонов. Есть, все равно пахнет грибом. Кто бы мне что не говорил. Ну, естественно, с лисичками, с белыми не сравнить. Но все равно неплохо, девочки. Ну, неплохо. Так, грибы добавила, посолила, поперчила. Сейчас все это дело под крышку. И будет все протушиваться. Ну, и потом постепенно буду нарезать капусту. Так, ну, что, у нас грибочки поджарились. Лучок тоже с морковочкой. И нарезаем капусту. И сейчас все это дело буду перекладывать. Ну, что, капусту нарезали. Сейчас закрываем крышечкой. Минут 30-40 ждем до готовности. Ждем результат. Так, ну, что, помешала капусту. Она у меня практически дотушилась. Сейчас еще чуть-чуть посыплю укропчиком под крышечку. И минут 10 все это дело дотушится. Ну, и что хочу сказать. Готовьте, как я. Готовьте лучше, чем я. С вами, как всегда, ваша Ольга. И вот еще что хочу сказать. Уж не обижайтесь на меня. Но хочу вас попросить. У меня на ютубе вас 800. На дзене у меня только один подписчик. Если можно, пожалуйста. Уж не обижайтесь на меня. Если можно, кому-то интересны мои старания, подпишитесь на меня на дзен-канале. Спасибо вам большое. Благодарю. Так, ну и что. Готовим дальше, я думаю. Будем еще готовить и готовить. Спасибо.